Жители Ненецкого округа собирают деньги на операцию для жительницы села Тельвиска. Наталье Степкиной поставлен диагноз «рак желудка». Она проходит лечение в Израиле. После курса химиотерапии потребуется операция стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей. Половину суммы на спасение жизни жители округа собрали на благотворительных вечерах и перевели на счет семьи. Еще 89 тысяч собрали на ярмарке в социально-гуманитарном колледже, где побывала наша съемочная группа. Мамы состояние очень хорошее, лучше стало. Курс химиотерапии проходит. Чувствую себя лучше. Всем передавала огромный привет и большое спасибо за сбор денежных средств. Всем очень благодарна. Ирина – дочь Натальи Степкиной, которой требуется сложная операция после химиотерапии. Именно вторая Б-группа, где учится Ирина, стала инициатором благотворительной ярмарки. Сначала мы планировали небольшую ярмарку для своих работников и студентов. Но как-то в процессе подготовки что-то стало расширяться, стали в соцсетях распространять объявления. Люди очень активно откликались. Абсолютно незнакомые люди приносили пакеты с вещами, косметикой, сувенирами, мыло, свечи и так далее для продажи. Студенты и преподаватели принесли на продажу разнообразную выпечку, полезную мелочь, одежду. Учащиеся дизайнерской группы приготовили сувениры ручной работы. К ярмарке присоединились первая и четвёртая школы, магазины КПЗ, некоммерческая организация «Чудо-ручки». Товары шли на ура. Больше всего берут мыло, ручной работы, также берут сумки, ну и косметику, лаги. Благодаря ярмарке семье Стёпкиных удалось собрать ещё 89 тысяч. Ранее население региона пожертвовало на лечение землячки 600 тысяч. Это половина необходимой суммы. Всю информацию по перечислению средств на лечение можно узнать в группе «Если сможешь, помоги» в социальной сети ВКонтакте. Ежедневно близкие и родственники размещают там информацию о ходе сбора средств и самочувствии Натальи. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».